Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала, наши подписчики и вновь к нам присоединившиеся. Хочу вам рассказать о сериале Подкидыши, который у нас отдельным плейлистом выведен. Это будет восьмая серия о приключениях птицы Болгария Рос 308 в общем курятнике на общих основаниях. У них было масса приключений, в итоге остались две птички и множество новых жильцов, которые их окружают. Про них тоже будут коротенькие отступления. Желаю вам приятного просмотра. Вот наша галашейка лежит. Никто ее не гоняет, не обижает и не трогает. Вот это, постояло рядом все. Никто не претендует на ее вкусное мяско. Даже обошла, как интеллигентная, я думала, ты наступишь. Неужели вот они сейчас нормально себя ведут, а как-то ночью прям агрессивно начинают вести себя или с утра рано? Ну вот ничего не происходит. Если бы у нас только была мысль, что они тут еще и гоняют как-то так по-серьезному. Вот наши подкидыши два. Они в загородке. В отличие от предыдущих подкидышей, которые теперь мы даже не знаем, что и думать. Неужели все-таки это наши курицы помогли им скоропостижно уйти от нас? Потому что эти два, в общем, бодренькие, чувствуют себя хорошо, по ним видно. Глазки ясные, кушают много и ничего, в общем, не происходит. Все. Так. Ну, короче, у нас опять же случилось то же самое повторение банкета. Вот у этой несушки еще одного цыпленочка не стало. Вообще подозрительная история, потому что цыпленка мы нашли уже в загородке. То есть ничего не было нарушено, загородка вот так вот, она закрыта вся, в общем, ее никто не вылезал. Видно было, что все в целости. То ли он вылез, его клюнули, и он обратно убежал, и там уже все случилось. Не знаю. Ну, короче, осталось два цыпленка из этого поголовья. Их осталось двое, знаете, как в 10 негритят. Так, вот эти, все с ними хорошо. Вот, 4, четверо, но они уже большие, они уже давным-давно не могут вылезти никоим образом из этой сетки. Вот, они уже такие крупнички. Так, вопрос, когда вас можно выпускать? Или никогда вас нельзя уже выпускать, в общем, в избежание несчастных случаев производства. Так, ну и вот наши подкидыши. Сегодня 6 июля. Два, как были в последней съемке, так и остались. В общем, они закрыты. Корм у них обычный несушечий. И, в общем, они целы. И поэтому мы делаем однозначный вывод, что несушки были причиной гибели предыдущих трех бройлеров. И даже если нам казалось, что они их не трогали днем, то, видимо, рано утром они любили подзакусить бройлером. Поэтому, видимо, и кровотечение от их выклева какого-то сильного внутреннего было. И все. Ну, короче, вот такие вот у нас птички, получается, живут здесь. О том, что нашей птице не хватает мясокоски или чего-то еще такого. Во-первых, у нее сыворотка стоит всегда помимо воды. Творожная сыворотка. Соседка, к счастью, у нас в хороших с нами отношениях. Мы с дружим. И она нам дает сыворотку после творога. Говорит, каждую пятницу в ведро сыворотки дает. Поэтому все наши птицы имеют сыворотку как дополнительное питание. Так, смотрите. Ну, не очень красивая, конечно, картинка. Это все сделано на практически халатце, которое варится в скароварке головы и ноги. Вот голову они уже расхватали, растащили везде. Но вот еще я вот сейчас успела снять, снимать вот это вот. То есть, понимаете, да, это все мясо. Тут целые куски мяса, можно сказать. Ну, короче, я, понятно, да, мысль донесла, что как бы отсутствие у них мясокоски не наблюдается. Мы даже боимся, что в связи с этим количество мяса, ими съедаемым, не зажирели бы, потому что для несушек это плохо очень. Вот они не особо-то уже и так себе. Ну, они уж все наелись, я на самом деле поздновато пришла. Вот, значит, и у меня сейчас будет к вам категорический вопрос. Смотрите опять, что приключилось. Помните мою красотулечку? Ой, милый, я свет выключила, извини. Так вот это вторая красотулечка. Походу, у нашего мини-лигорна, петушка, вместо клюва скальпель, и, в общем, он повторил процедуру. С первой красотулечкой я не смогла спасти по неизвестной мне причине, в общем, вскрытие показало, что полностью яйцевод был абсолютно наглухо забит жиром, то есть сама красотулечка, так же, как и эта, весила грамм, наверное, 700 в пире с ногами, а жира в яйцеводе я вытащила грамм 150. Примерно был наглухо яйцевод забит. У этой красотулечки такого нет, потому что она несет яички маленькие. Вот. Слежу за ней полностью, все, водичка, травка, корм, и мажу голову опять ей вскрытую. Спасибо за рекомендации. Купили мы алюми-спрей вот такой. Действительно вещь. Ну, по крайней мере, очень удобно, во-первых, в использовании брызгалка именно, что брызгал там, тебе не надо бегать за чем-то, чем можно помазать. Во-вторых, действительно, корка очень быстро затянулась и перестала кровоточить, что очень ценно, потому что у нее даже глаза заплыли кровью, а сейчас, как вы видите, все нормально. Снова извиняюсь за качество видео, конечно, так плохо, но так хочется вам показать побольше. Вот. И теперь к цыпкам пойдем. Так вопрос у меня у вас. Что это вообще было? Может быть, вы знаете, ничего не могу найти, объясняющего вот такое вот скопление твердого жира прямо в яйцеводе от начала до конца. 150, наверное, грамм, не меньше, наковыряла я с нее вот при вскрытии, и я не могла понять, что это за закупорка. И не могу нигде найти. Ну, вы люди опытные, может, подскажете. Ну, и вот мои малышечки, уже совсем не малышечки, в общем-то, вот такие птички-воробушки у меня. У первой мамы, которая пораньше всех этих деток высидела, значит, вот они. Вот такие крошки-хорошки. Четыре штуки. И, как всегда, конечно же, нам везет. Вы должны это понимать. Мы люди счастливые и очень везучие. Поэтому здесь, скорее всего, три петуха и одна курица. А вот. Причем, походу, одна курица именно та, которая их всех и высидела. А петуха, может быть, даже четыре. Короче, гребни у них большие. Только вот у той пеструшечки в углу маленький гребешочек. А так, по факту, непонятно, короче, что происходит. Хотя, заметьте, когда перо у них смотрело на второй день вывода, все прям девочки, все с юбочками. Вот вторая наседушка тут горы нагребла. О-о. Ты чего? Она яйцо снесла, вы видите? А она же позже вот на самом деле села чем-то на седке. И позже гораздо вывела. Помните, на неделю-две. Смотрите, уже яйцо. Почему мне кажется, что яйцо зеленое? Милая, ты белое яйцо несешь. Вообще-то. Все нормально. Яйцо белое. Просто освещение такое. Им папой мешинки ставят. И травку немножечко дает уже. И витамины у них вот сейчас побаловать он, видимо, их решил. Или, может, просрачиваются. Скорее надо использовать. Но, короче, смысл в том, что у них есть и детский комбикорм, но они его не очень-то хотят и не очень-то кушают. Да, моя девонька, да. Вот. И уже норовят, короче, гулять. Вот можно этих выпустить? Или можно всех выпустить? Или тогда всех и потеряем? Вот вопрос. Вот смотрите, как яйца положил. Все-таки он считает меня курицей, если хочет, чтобы я села на яйца. Честное слово. Ну, Саша дает. Так вот она, мамаша, блин. Которая просто вчера сбежала от детей, когда я воду меняла, и все, и так больше не вернулась. И два моих малышарика остались одни на всю ночь. Вот. Сашка настаивает, чтобы мы их выпустили. И уже в общую кучу. Ну, не могут же они здесь, в конце концов, до сорока лет сидеть, да? Пора уже, девочка моя. Пора выпускать в свет. Ну, и надеюсь, еще, может, она их защитит. Все, да? Оставляем открытый. И вот у этого тоже черного на ножках перышки. Сейчас постараюсь показать вам. Иди-иди-иди сюда. Ну-ка. Ну, не прячь. Ну, я только ножки посмотрю. Вон, видите? Такие полосочки вниз идут. Пушистые. Ну, что это такое? Ну, и прям в камеру. Ты с ума сошел, что ли? Вот и показывай ножки после такого. Так, вот. Видите, немножко. Они беспородные, снова говорю. Просто из темного красного яйца. Ну, это у меня такие тут задвигоны. В данном случае Александра меня не поддерживает. Считается, что я занимаюсь фигней сплошной. Но позволяет мне заниматься фигней. Так что вот я занимаюсь. Ну, все. Выпускаем вас в свет. Иди-ка. О, Господи. О, два раза постучала, все ко мне прибежали. Вот чтобы мне такой навык иметь. Постучала, и Алена ко мне прибежала. Не дарешься же, а? Ну, что значит дрессировка? Молодец. Два раза стукнула все у нее. Круто. Вот за петухом она, гулящая мать, прячется. Но, в принципе, она уже снесла на 5 яиц. Так что, по большому счету, все, видимо. Ее миссия выполнена. Но странно, что она на неделю позже слезла с яиц. И уже неделю как несется, и вот взяла, свалила. То есть у нее как-то это все быстрее прошло. Видимо, это все-таки зависит от породы птицы. Вот этот вот инстинкт материнства, насколько он долг. Или насколько быстрая вот эта регенерация, заново нестись они начинают. Вот эта амируканша мне нравится. Смотрите, какая у нее масочка на лице. Борода белая, как Дед Мороз. Так, рассказывай, Александр Сергеевич. Завершаем мы сегодня нашу серию выпуска про подкинуши. Вот, им сегодня 80 дней. Сейчас мы их взвесим. Чумазый капец. У нас тут... Как вся птица, скажи, вот на напольном содержании. Ну, хотите, правда, про напольное содержание? Хотим. Хотите? Очень сложно сделать так, чтобы потом, при напольном содержании, от тушки не пахло пометом. Нужно чистить настолько регулярно, им менять подстилку, чтобы птица была без вот этого постороннего запаха. И очень большой разогон. Мы это уже проходили. Знаем. Мало кто об этом говорит. Вот мы об этом вам расскажем. Когда содержится на сетке, она не соприкасается так плотно с своим пометом. Помет тоже на сетке есть там частично. Но не так, как она на подстилке. Вот вы можете видеть, да? Вот здесь, ну, просто... Горы затоптанные. Затоптанные горы помета. И, по-хорошему, вот, если у вас большое стадо на подстилке, ну, я не знаю, это нужно, наверное, камазами опилку привозить, там, стружку. Потому что это всё довольно-таки требует регулярной замены подстилкой. Или очень редкое, ну, так скажем, неплотное содержание птицы, да? Да, либо там вот так вот. Две штуки на метр квадратный, например, которые ходят, бродят там и сами перечёсывают свою там подстилку. Может быть, так. Может быть, да какая-то особенная подстилка должна быть подходящая именно? Мы не нашли такой способ. Может быть, где-то там на югах там семечки используют, шелуху, всякую, да, может быть. Как вы помните, ели они у нас то, что кушают не сушки. Это мешинки, разное там, разное зерно. Значит, мешинки на бульоне в основном, на остатках от бройлеров, там, головы и ноги. Головы, ноги. То есть, они у нас, в принципе, даже мяса ели очень много, получается. И голов, и ног. Как и все куры. Да, мы варили там с пером какие-то падшие особи, да, и это самое... Оговорю сразу, мы выясняем, почему особь пала. Скрываем, да, потом... Поэтому у нас не может быть, что мы какую-нибудь заразную птицу кому-то там умудримся скормить. Извини, она у тебя варится сколько по времени? Ну, я понимаю, но даже при этом условии подозрительных каких-то особей у нас и не встречается. Да, ну, в общем, они ели у нас мясо, получается. Вот. Что еще сказать по поводу, значит, корма? Это и вот комбикорм периодически насыпал, когда у меня не было времени или возможности делать что-то другое. Комбикорм для несушек ПК-1. Самый простой. Вот такие у нас подпитыши. Будет, скажи, пожалуйста, дегустация. Не знаю. Ну, а дегустация, в принципе, может, и будет, но сразу можно сказать, что у них будет жесткое мясо. Жестче, чем у... Волокнистее, просто плотнее мясо будет. Волокнистее, чем у бройлера, который содержится на сетке и который убирается в свои сроки. Как давно их братья и сестры были уже убраны? Уже давно. Если в 80-м, то их братья и сестры, они нас покинули в 60. Ну, 50-60. Ну, 50-60, да. Ну, 20-25 дней разница. И вот эти, говорю тебе, 21 дневки, 23 дневки, которые сейчас сидят в клетках, это их след после них. А, ну вот мы сейчас бьем уже следующую партию, поэтому решили их убрать тоже, чтобы 10 раз оборудование не мыть. Нажми. Все? Да. Тара, по нулям. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Сидит. Ну, 3-830. Чего? Лайтовый вариант. Да. 3 килограмма тушка будет. Сейчас нас засмеют, скажут, да вы чего там, такой вес смешной. Конечно смешной. Ребята, у нас там, да, по 7 килограмм в этом возрасте. Ну, я не спорю, на комбикорме может быть. Особенно, если на каком-то волшебном, то тем более. Вот второй подкидыш наш. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Сколько? Меньше того, да? Угу. Хотя та, скорее всего, девочка, я скорее всего, мальчик. Ты знаешь, мне кажется, если их не какашки сбить, они еще на 500 грамм похудеют. Так. Все? Да. Так, ну, выводы какие делать можно? В принципе, бройлер растет и вот на таком корме для несушек, ну, на стандартном, короче, курином корме, да, кто-то мешинки может делать, кто-то комбикорм дешевый, вот, несушечный давать. Все равно он вырастет. Просто вырастет он за более длительный срок, скажем так, да. По качеству мяса, какой будет, сказать, сложно, но мы-то знаем, наверное, приблизительный результат. Но если что получится дегустировать, то мы попробуем. Так, что еще? Вот самый главный момент, какой мы поняли, да, для себя, что птицу эту все-таки лучше изолировать от других кур, несушек. Не то, что лучше. А надо изолировать, потому что три особи, которые вот у нас, их пять было, они погибли из-за того, что их расклевали. Ну, Лена, ты говорила, да, по-моему? К сожалению, мы этого не видели, даже посылок этому не видели, поэтому поняли это только на третьем, и когда этих отсадили, по факту, больше никто нас не покидал. Но ничего. Мы содержали бройлеров долго и содержали напольно, но мы никогда не содержали их с курами, с другими несушками. Может быть, я говорила, знаешь, о чем еще, что, может быть, это особенности наших пород несушек, что они такие вот жестокие. Каннибализм у нас продал от Легорна, Легорна у нас были. Здесь, да, тоже были Легорны, они потом уже отсажены были, молотки Легорна были, еще не неслись тогда. И вот основной ущерб, они, так я понимаю, что от Легорна кто понесли это. Ну, на самом деле, это был эксперимент больше для вас, наверное. Мы такими вещами, в общем, не планируем заниматься и в дальнейшем. У нас есть место для выращивания бройлера, которое гораздо больше подходит для этих целей. Ну, а я, в свою очередь, скажу, что из таких кур, которые напольно содержатся и более плотное и более волокнистое мясо имеют, из них хорошо делать карпаччо. Потому что грудка у них будет взбитая, понимаешь, она не будет расслаиваться на части. Ее хорошо, она просаливается, общий массив такой получается. И подвяливается не до состояния подошвы, а до состояния такой мягкой, вкусной мякоти такой, просоленной. Ты говорил, что мы для карпаччо специально отсаживаем несколько кур. Ну, только себе, себе мы делаем. Несколько троллеров, да, чтобы они более продолжительное время посидели и большую массу набрали именно для того, чтобы грудь у них была вот такая волокнистая, сформированная. Да, наверное, я ей, по-моему, говорила, но посмотрим. Ну что, все, поехали. Поехали, у нас за бой, бежим. На арене цирка выступают белые тигры и зеленые коровы. Так, сладкие дети, лучшие на свете. Дабы зрители были обезопасены, показываем тигров через сетку. Да, сметана. Все-таки дети любят батуты. Вот что не говори, а? Дети любят батуты. Спустя два часа называется картина. Вот эти даже так особо не повыходили, а и курочка с ними, смотрите, на улицу не выходит. В отличие от белой курицы, которую малыши мои бросила. Но они тоже боятся, видите, сидят все-таки там. Ладно, оставляем открыто. Что это за хоровое пение-то? Вот, оставляю все открыто. Пускай сами, как хотят, выходят, гуляют. Саша? Гуляют? Смотрите, гуляют малышечки. Но не такие уж малышечки, малышечки. И хочу сказать, что все прибились к вот этой нашей рыженькой мамочке. Вот не знаю, что с ними больше, удовольствие в общении или боязнь и потерь. Вот тебе. Так вот, мы разделали одного из двух наших подкидышей. И что хотел обратить вам внимание, ваши, посмотрите, какие легкие. Эти легкие, хочу вам подчеркнуть, у птицы, которая жила на улице. Но мне не нравятся совершенно, видите. И понятно, почему. Потому что это жир, жира в два раза больше, чем у обычного бройлера. В сердце, в сердечной сумке вода. У нее воденка сердца началась. Еще раз скажу, что эту птицу употреблять в пищу можно. Воденка не является заразным заболеванием. Я немножечко нарушила сумку, и то и воды большая масса уже вытекла. Но, в общем, поверьте мне, воденка сердца была у этой птицы. Печень у нее хорошая, нормального цвета. С цветопередачей у меня сейчас сложности, потому что сейчас уже поздний вечер. Никаких нарушений нет, никаких вкраплений нет. Все чисто, гладко. Желудок, как у зерновой любой курицы, гораздо больше, чем вот в сравнении желудок бройлера. Напоклеточного. Тоже хороший, чистый. Ничего не предвещает. Тут неприятностей никаких. Ну, в общем, подчеркиваю, что живя в абсолютно продуваемом вольере, совершенно со всех сторон. Птицу это угораздило водянкой сердца заболеть. Мой вывод такой, что птица, как кросс, бройлер сам по себе предрасположен, безусловно, к водянке. И очень важно для него, конечно, содержание, но немаловажно играет роль его предрасположенность именно к этому заболеванию. Можно постараться со всех сторон, и все равно вы получите пару-тройку тушек с водянкой. Можете получить, а может быть и нет. Тут уже как, я думаю, что это передача на генном моменте именно через яйцо от родительского стада. Но, безусловно, все вопросы провокации в водянке мы с вами должны исключить. Взвесим подкидышей. Вот один. Две семьсот тридцать пять. И второй сейчас. Две семьсот семьдесят. Ну, практически, можно сказать, они одинаковые. Вот такие получились тушки. Вот наши малышечки. Где-то еще один бегает. Мама. И всех она приютила. А, нигде никто не бегает. Вот четыре побольше, а там-то два прячутся. Ну-ка, повыше. Вот так. Вот они. И маленькие, и большушечки. Все тут, рядом с мамочкой. Молодец. Мало того, что всех приняла, причем на достаточно уже позднем возрасте. Никого не клюет, не обижает. Всех под крылышко пускает. Короче, она умница. И самая крупная птичка, это вот сидит у нас откуда? Справа, да? Короче, я видела, что он уже в избучку дает какой-то светлой курице. К нему она решила подлезть. Что-то там ей не понравилось. Это, скорее всего, петушок. Ну, то есть уже, так скажем, что я уверена, что это петушок. Но я тешу себя мыслью, что вдруг я ошибаюсь. Ну, короче, дал он тут деру одной курице. И знаете, как отрезала прям. То есть никто больше их вообще даже не пытается задирать. Ты, мои зайки, сладкие кусайки, спят все. Так что вот они все в целости. Ой, господи, свалился что ли? Мила, ты что, завалилась, звезда моя пёстренькая? Так, у них все. Ну, ладно, все, не сердись, выходи. На мясо. На мясо, мясо, на. На, иди сюда. Мясо. Последний раз, когда я выставляла эту миску, кушала из нее сметанка. А теперь у нас новый посетитель на прикорме. Ты мой золотой, такой хорошенький. Вот, все уважают курочку, да? Экологически-то чистую. О, и свет не мешает трескать. Ну, смотри, сейчас попа-то вырастет здесь, застрянешь. Будем ждать, когда похудеешь тогда, чтобы вытащить-то. Ладно, все, не мешаю тебе. Вот, по истечению времени наши маленькие малыши, которые уже, заметьте, совсем не маленькие. Уже полностью самостоятельные курочки, достаточно приличного размера. Подкидыши мы уже съели. Показывать вам дегустацию не стали, потому что, в принципе, нет там ничего особенного. Более волокнистое, более жесткое мясо. Понятное дело. Здесь папочка опять отсаживает двух ролеров нам на вырост, что называется, для карпаччо. Вот снова они здесь сидят. А малыши уже карандаши. Очередная курица села на яйца. И, в общем-то, все течет своим чередом. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Здоровья вам и вашей птицы. Чтобы ваши питомцы вас исключительно радовали. И подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Нам всегда приятно находиться с вами вконтакте. Пишите комментарии. И не забывайте нажимать колокольчик. Мы стараемся для вас. До свидания. До свидания.